Да, пробочка-то оказывается не перед 108, а гораздо раньше, так что мы по 108-й там нормально пойдем, здесь вот только проехать, я так понял, что с ремонтом связано все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот он у меня как обводил эту пробку через луковицы. Сейчас мы посмотрим, по какому же маршруту. Вот как надо было объезжать-то. Здесь все стоит. А через луковицы там, я не знаю, окольными путями вот такими. Можно ли на фуре-то проехать? А он ведет. Но у навигатора свои, как говорится, рассуждения. Он выбирает там, где быстрее. Ему не важно, как ты там поедешь. Пока стоим в пробке рядом с автовозом, я смотрю, вот как они все-таки располагают машины так близко. Кажется, вот одна лежит прямо на кабине другой. Но на самом деле там спичечный коробок. Спичечный коробок, я имею в виду, не пролезет, как говорят. А ведь дорогой-то бывает так тряхнет, что тут, мне кажется, конструкции-то может не выдержать. Сейчас бы прям заехал, поглядел. Видите, практически колесо прям лежит практически у зеркала. Висит над зеркалом. Ну и бампер, естественно, прямо над лобовым стеклом. И также верхняя площадка. Но верхняя-то повыше, конечно. А вот тут он уж прям, я не знаю, так плотненько зажал, что я понимаю, что это для вместимости большой. Надо как можно плотнее автомобили между собой составить. Но не знаю, насколько это безопасно для автомобиля. Так, ну что, у нас близится окончание пробки. Это уже радует. Правда, тут вот свежие подтягиваются с объездных улиц. А на часах-то у нас уже 17.22, да. Время неумолимо тает. Но, хотя его запас большой, но нам еще надо от нефти доехать. 122 километра. А вечер-то сейчас уже час пик начинается кругом. А потом еще пробираться нам надо в Валаш. Да, и пока они еще хотели, чтобы я до пяти часов приехал. А, ну если ночь не спать, конечно, можно и до пяти было приехать. И, наверное, здесь бы была пробка поменьше. Вот у них задумки-то какие. Девушка на Фольксвагене едет, ей на ДАПе сигналит, побыстрее можно. А тут переезд-то такой не очень ровный. Ну, еще немножко потерпеть. Еще чуть-чуть подождать. И я думаю, что скоро, скоро мы построим город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Увидел тут лесовозик и вспомнил фильм о назначении. Как там цепи обрывались, мы эти бревна на дорогу валились. А мы переезжаем. Так, а мы переезжаем реку Москва, да, получается, здесь. Да, мне еще 84 километра до заправки, а на часах уже без пяти шесть. Здесь пяти шесть, и солнышко-то у нас уже близко садится к горизонту. Не успеем засветло дойти, не успеем. Здесь уже вроде пошли побыстрее. Несмотря на то, что временами попадаются еще и ремонтные участки, где переезжать приходится с одной стороны на другую. Ну, благо, хоть реверсов нет. Простояли мы там в этих луковицах. Ой, я даже боюсь по времени подумать, сколько. Но около часа-то точно простояли. Протолкались на светофоре и за светофором. Ну, вы видели, все на ремонте тут. И сейчас мне уж хочется засветло приехать, а не затемно, как я думаю. Понятно, что приедем все равно, сегодня отдыхать будем. Но что по светлому времени пробиваться и искать пункт разгрузки, а что в темноте шарахаться. Что-то впереди опять маячки. Не авария или какая? Нет. Чисто проверка документов. Так, ну что, а вот так у нас, по-моему, дорога-то как раз и пойдет. Потом, когда ее проложат Новорязанское шоссе. А сейчас пока мы перед мостом уходим на Москву направо. Видно только на карте прорисовку будущей дороги. Но пока мы идем. На старое Рязанское шоссе, да, выходим. Прошли мы Новотроицкое и встаем мы на левый поворот. Дошли мы до 108. Здесь вроде не так много скопилось транспорта, но все равно есть. Так, ну что, подстрелку мы... Хотел сказать, не успеваем, она и не горит. Интересно, а весовой контроль-то все еще? Работает. Написано, пункт транспортного контроля. Что, стрелка загорелась. И бежит что-то сотрудник к нам. Точнее, не к нам, а вот коллеги из Казахстана. Так, давайте мы проедем. Так, стрелка еще не моргает. Стрелка еще не моргает. Опа. Все, сейчас поедут. А нет, он... Я думал, сейчас за коллегой рванут. А он и не остановился. Этот машет. Давай быстрее машину. Тут сейчас, наверное, будут гонки. А где уж тут гоняться? Тут одна узкая дорога. Так он еще и под знак встает, батюшки. Зачем уж под этот... Еще одно нарушение себе приписывать. Ой, да. Беда. Скажет, я остановился. Че? Подходи. Километр проехал. Они сейчас на машине. Они подъедут. А мы тем временем езжаем к новой развязке. Новостроящейся развязке, она еще, да, не построена. Это как раз будет путепровод над Новоризанским шоссе. Мы там с вами как раз видели эту схему, где мы уходили направо, а вот там дорога как раз вот здесь и будет выходить. И переезжать мы по 108 будем ее через Виадук. Но мы здесь буквально вот совсем-совсем недавно проезжали. И то, что моста-то еще как такового нет, просто есть просто есть опоры. Мы уже с вами это наблюдали. И как вот сейчас красиво все это дело у нас на подожди, подожди. Перерыв должен быть, перерыв. Красиво все это дело на закате наблюдать. Наверное, засветло не успеем. Осталось еще 65 километров. Это немало. Это немного, если валить по прямой, а если вот так еще по ремонтным участкам пробиваться. Ну, посмотрим. Ну, на всякий случай. Нет, не будем пока желать. Солнышко, спокойно. Ночью пусть еще посветит. Догнал я контейнера в ВОЗ, который везет танк. Да, так и называются вот эти бочки. Так и называется танк. Но везет он какую-то химию. Класс опасности тут у нас таблички написан. Да, но идет он 80 километров в час. И он так и не дал мне себя обойти, хотя было две полосы. Можно было спокойно съехать. А мы тем временем добежали до Ксенькина. Здесь висит где-то на столбе, я помню, камера. Так что разгоняться здесь не стоит. Да и вообще в населенных пунктах не стоит устраивать гонки. Мало ли животное какое выбежит. Да и так дети бывают у дороги находятся. Ну что, солнышко похоже последние минуты нам светит. Да, если вот здесь вот мы сейчас его увидим, то потом уже все. Песочные часики уже уходят закат недалеко. И опять вот на небе такие художества природные. природные. Классно. Ну что, солнышко, до свидания. На сегодня мы с тобой прощаемся. Впереди у нас вечер. Вечер встречи. Может, вот здесь обойдем. Нет, он вообще начинает вставать. Непонятно его. кого-то упираемся. Гаварийка идет. Что, надо подождать. Там идет встречка. Сейчас и мы обойдем. газелька подломилась. Въехали мы в Малино и вот на светофорчике здесь всегда вот такой маленький ажиотаж по проезду. Потому что дорога узкая и одна полоса получается и на поворот, и на проезд. Сейчас автобусы подвеска как задралась. Пятерочка. Как к ней подъехать? Никак. Здесь только на одиночке можно. На 308 да, на 308 километре трассы А108 мы подошли к съезду на старое Каширское шоссе. так, ДТ 5385 на Газпром нефти Московской области и нам до заправки осталось буквально 27 километров. 27 километров а ехать 29 минут. Ну да, здесь не разбудишься. Сейчас придется пируэты выписывать, потому что это сразу налево к ней завернуть нельзя, надо куда-то ехать будет. Дальше проезжать, искать место разворота и ехать в обратном направлении. Посмотрим сейчас на месте, разберемся. на месте. Субтитры подогнал «Симон» 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 3,5-3,5-7 километров, да, небольшой вот кружочек дали. Ну что такое 7 километров для фуры? Ну что, вот мы и приехали опять к тому же светофору. И надо будет посмотреть, вот здесь есть направление по полосам, да, обязательное направление, а вот с той стороны я что-то не обратил внимания, почему, думаю, меня навигатор-то повел объездными путями, а здесь можно было вот так вот зарулить прям сюда, да, крутовато, конечно, получилось бы с двадцаткой крутиться. Так, ДТ, ДТ и там есть, и вот здесь. Мы уж встанем тут, где к грузовикам можно, я хочу, вот это заезды. Так, пойдемте заправляться. Так, что у нас с топливом? А с топливом у нас получилось, ай-яй, уже наполовину. По идее, по стрелке получается как бы 75 литров у нас в баке. Но я так думаю, что все 100. И сейчас мы закажем литров 700, и хватит. Ну что, процесс идет, но не так быстро, как хотелось бы. Цена дистоплива на ваших экранах. И 700 литров мы, пожалуй, будем долго тут цедить. Ну что делать? А у нас другого выхода нет. Так, ну что, бак почти полный. А у нас еще 25 литров осталось, да? Ну, я думаю, залезет 25 как раз. Да, еще даже не 25, еще побольше залезет. А может и не залезет. Все, еще и 8 литров. Ну и славненько. Не придется идти за возвратным чеком. Все в елочку. Точность, вежливость королей. Ну, а если постараться, можно было еще литров пяток и 10 литров затолкать. Но мы не будем этого делать. Ни к чему все это дело.